Абонентов можно отсортировать по группам и по методу подключения. Сверху есть несколько ключевых кнопок. Давайте с ними познакомимся. Это добавить нового абонента, добавить нескольких абонентов, добавить абонентов в конференцию, добавить абонентов в группу и удалить выделенных абонентов. Последние три кнопки интуитивно понятны, заострять внимание на них не обязательно, поэтому пойдем сразу к самому интересному. Тем более, что здесь есть о чем поговорить. Это кнопка «Добавить нового абонента». Здесь выбираете тип подключения абонента. Это может быть SIP, H323, WebRTC или Loop. Также выбираете номер абонента, имя, под которым этот абонент будет отображаться. Можно сгенерировать пароль или выбрать свой. При создании абонента можно сразу добавить в какую-то группу или в какую-то конференцию. Но с одной особенностью. Группу нужно будет сначала создать, прежде чем помещать в нее абонента. Вводите электронный адрес абонента. Это удобно, поскольку всех абонентов можно по электронной почте оповестить о запланированной конференции. Здесь также можно установить разрешение по умолчанию и пропускную способность канала. Именно с таким разрешением и пропускной способностью участник придет в конференцию, где ему можно индивидуально настроить эти параметры уже непосредственно из настроек конкретной конференции, что тоже очень удобно. Далее можно выставить разрешение в режиме точка-точка и последняя настройка – это ползунок, который выставляется в зависимости от того, находится ли объект занад или нет. Это были основные настройки. Давайте еще коснемся нескольких интересных моментов в расширенных настройках. Расширенные настройки могут быть разными в зависимости от того, какой метод подключения вы выбираете. Для SIP это самый большой стек настроек, H323 уже чуть поменьше и так далее. Давайте рассмотрим некоторые самые интересные из них. При добавлении нового абонента вы можете использовать как стандартную SIP регистрацию, используя номер и пароль, так и авторизовывать данного абонента вот в этой строчке по IP-адресу терминала или софт-клиента. Порт также можно поменять, в случае если по каким-то причинам невозможно использовать стандартный порт, то можно поставить другой. То же самое относится и к транспорту. Транспорт можно использовать TCP и UDP. Также есть различные варианты других SIP-овых опций, которые вы можете применять по необходимости. С левой стороны вы можете увидеть все возможные поддерживаемые кодеки, которые можно использовать, а с правой те конкретные кодеки, которые выбраны для данного конкретного подключения. По умолчанию этого набора кодеков достаточно для подключения более чем 90% устройств, то есть менять нужно что-то только в том случае, если вас что-то не устраивает, если есть такая-то проблема. Ползунок «Отправлять контент в основном потоке» используется, как правило, в тех случаях, когда либо устройство не поддерживает второй поток, либо когда какие-то проблемы с каналом. Тогда вы можете включить эту функцию и отправлять контент подменой основного потока. Также возможно использовать различные режимы DTMF. Ползунок Skype for B для абонентов, использующих Skype for Business. И, наконец, ползунок «Не показывать абонента в раскладке». Его очень часто используют модераторы, например, если нужно назначить какого-то абонента модератором и зайти в конференцию, чтобы оперативно понимать, что там происходит. Как раз и используется этот ползунок, потому что он позволяет быть полноценным участником конференции, однако от вас не будет идти никакого контента, и сервер при назначении автоматической раскладки не будет учитывать абонента с этим включенным ползунком. Ну и еще одна плюшка. Для абонента можно выбрать аватар, что очень удобно, если, например, от абонента нет видео, либо просто поставить мозаику-заглушку на тот случай, если человек не пришел в конференцию. Тогда вы создаете абонента, добавляете ему аватарку и используете его как служебного участника, закрепляя его в нужное место в раскладке. Если же мы выбираем не SIP, а, скажем, H323, в расширенных будет чуть меньше параметров, так что пройдемся по некоторым самым интересным. Протокол H239, это второй поток, по сути аналог BFCP для SIP-ампонентов. Протокол H224, отвечает за управление удаленной камерой. H4601, предназначен, чтобы преодолевать NAT и помогать клиенту и серверу коммуницировать между собой, без дополнительных промежуточных узлов. Еще пара слов про WebRTC. Здесь совсем немножко настроек. Единственное, чего хотелось бы коснуться, это кодека H239, который по сути означает то же самое, что переключатель для SIP-абонентов, показывать контент в основном потоке. Интересный ползунок разрешит совершать групповые звонки. Он позволяет администратору, который зашел в конференцию через веб-клиент или же десктоп, авторизовавшись там как модератор конференции, совершать групповые звонки. Если раньше он мог это делать только по одному за раз, то теперь, выбрав несколько участников, можно позвонить всем сразу. Причем сделать это из веб-клиента или десктопа. Чуть попозже на канале появится более полное видео, в котором мы наглядно и всесторонне расскажем про этот новый функционал. И наконец, если абонент, которого вы создаете, является переводчиком, то этот ползунок позволит ему управлять аудиоканалами. Мы также сделаем полное и подробное видео, в котором расскажем про этот функционал. Оно появится в самое ближайшее время, так что следите за обновлениями. Что же касается луп-абонентов, то, например, если у вас есть абоненты на IP-ATS со своей нумерацией, то сначала нужно настроить транк для этого абонента, после чего выбираете тип луп, вписываете его номер, который зарегистрирован в его IP-ATS. Все остальное, в принципе, то же самое, что и в других абонентах EXIP или H323. А вот в расширенных вы можете либо вручную выбрать гейтвей, либо поставить автоматически, тогда сервер сам будет искать по маршрутам, в каком транке у него есть этот номер.